Страх откатиться слишком далеко от своей яблоньки, он довольно высокий. Человек справится со всем, если он не предает себя. Самое главное, чтобы человек выбрал себя, тогда его выберет удача. Мы заметаем под ковер, говорим, я отпустил ситуацию, я все принимаю, я доверяю. Нет. Здравствуйте. Приглашаю вас стать участником по ту сторону экрана нашей живой встречи. Здравствуйте, Ада. Приветствую всю аудиторию. Здравствуйте, Ира. У меня такой вопрос. Как можно преодолеть чувство страха и сомнения в тот самый момент, когда ты выходишь на стартовую прямую своих прекрасных изменений? Потому что возникает такое чувство, достойна ты этого, точно ты это заслужила. И в этот момент внутри какое-то такое чувство страха. Хотела бы получить ответ именно от вас. Попробуем разобраться. Спасибо большое за вопрос. Я больше скажу, если вы не готовы сталкиваться со страхом, вы не готовы никаким переменам, никакому успеху. Есть такая ошибка полагать, что страх можно совершенно изжить из своей жизни, то есть полностью от него освободиться. Это не так. И смелый человек – это не тот, кто не боится, это тот, кто не позволяет страху. Что сделать? Взять вверх и определять то, что он будет делать в своей жизни. А вот то, о чем вы, Вера, говорите и спрашиваете сегодня, это то, что является, знаете, таким иллюзорным страхом. Я это называю иллюзорным, потому что никакой основы под ним нет. Страх оказаться на этой большой скорости. Там, где мы куда-то бежим очень быстро, мы же к финишу не ползком идем, там мы бежим. Страх этой скорости, страх перемен. Вообще, часто же говорят, да, не поднимаясь высоко, больно будет падать. Тише едешь дальше, будешь и так далее. Это же касается не только машины, это касается и того, как мы себя проявляем в жизни. Поэтому давайте начнем с того, что кто, кроме вас, будет определять чего вы достойны. Если вы поднаблюдаете, кто в жизни преуспевает, получает такие значимые перемены, то это далеко не те люди, которые объективно должны были бы эти успехи иметь в своей жизни. Или эти богатства достичь, или какие-то высоты, признания, славу, власть и так далее. А кто? Как вы думаете? Это тот, кто сказал, что мне можно. То есть, на самом деле, часто же говорят, что наглость – это второе счастье. Есть же повод, почему причина, почему так говорится, что наглость – второе счастье. Давайте поправим, потому что наглость – это немножко другое поведение, чем то, о чем мы с вами сегодня говорим. А мы с вами говорим не про наглость, мы с вами говорим про что? Мы с вами говорим про смелость и, я думаю, некую зрелость. Ребенок сидит и ждет, что ему его разрешат. Никто не придет и не даст нам, знаете, такую повестку в счастье. Ждать можно бесконечно. И у многих из нас есть такое ощущение, что это должно быть кем-то разрешено. Что кто-то придет и скажет – вот тебе зеленый свет, вот тебе твоя красная дорожка, вот по ней породись, вот в свое счастье. Никто этого не сделает. Никто, кроме нас, не решит, что нам можно. Совершенно никто. Страх, который преследует, он преследует на самом деле всех. Ну, может быть, только отчаянно, как мы говорим, наглых или очень уверенных. Он преследует намного в меньшей степени. А умение с этим страхом разобраться и понять, что это всего-навсего страха не скорости, страх, что тебя накажут, страх откатиться слишком далеко от своей яблоньки, и он довольно высокий, довольно ощутимый. Вы знаете, вот сейчас у меня пришел такой ответ, что это воспитание наше, да, вот в семье. То есть вот это-то и есть, наверное, страх. А как выделиться из, допустим, своих родственников и семьи? То есть и вот это порой где-то, наверное, откатывает. Ты сидишь и думаешь, нет, ты будешь, как они. Сто процентов. Вы знаете, что очень страшно, если в вашей семье, например, у близкого родственника совершенно не клеится жизнь, вот совершенно. Человек ведет себя деструктивно, разрушает свою жизнь, несчастлив, если он в депрессии, то вы, даже если у вас отношения не очень хорошие, а тем более, если не очень хорошие, и это ваш близкий родственник, близкий человек, сестра, брат, мама, отец, у кого-то есть очень-очень закадычная близкая подруга или друг, это тоже может иметь такой эффект. Когда мы кого-то очень сильно любим, это прекрасно, но, с другой стороны, это на нас также накладывает определенное некое внутреннее обязательство быть с этим человеком в одной упряжке. Если вы не в одной упряжке, вам уже сложно бежать вместе, вы уже бежите не в унисон. И это становится страшно, потому что потерять любовь близкого человека, его принятие, да, быть им отвергнутым или осужденным, это очень-очень страшно и больно. И порой у человека встает такой выбор. Я выбираю не расстроить этого человека или не быть слишком от него отличным, да, не быть другим и не выбрать лучшую жизнь. Но при этом я буду несчастен, я буду считать, что я не делаю то, что я хочу, я не живу, как я хочу. Ради этого человека я не показываю свои успехи, чтобы его не расстроить. Я не двигаюсь, куда я хочу, я не живу легкой жизнью, я не радуюсь, когда я хочу радоваться, чтобы этот несчастный человек, который не строит свою жизнь, который печален, который в депрессии, у которого все плохо, чтобы этот человек не был мной ранен, да, чтобы этот человек не перестал меня любить, чтобы мы не перестали дружить и так далее. Понимаете, вот что вы будете чувствовать, когда вы позволяете себе такое? Как что вы будете чувствовать? Ну, то, что я не проживаю, не живу своей жизнью. А по отношению к этому человеку, что вы будете чувствовать? У вас будет копиться обида и претензия к этому человеку? И потом к этому человеку, да. Обязательно. Претензия у вас будет копиться? Да. А, простите, а какое право вы имеете на претензию? Это был ваш выбор. Вот понимаете, это здесь вообще не про моральный выбор. Хотя, с другой стороны, честнее, намного честнее, да, если уж мы говорим про мораль, вместо того, чтобы копить претензии обид на этого человека и потом считать, что из-за него или из-за нее вы не разрешили себе что-то, честнее, но не так уж и легко порой эмоционально сделать этот выбор. Честнее пойти, жить свою жизнь и по возможности продолжать ваши отношения укреплять или поддерживать. И я абсолютно уверена в том, что вы можете при желании сохранить практически с любым человеком для вас значимым в семье уважительные, теплые отношения. Как минимум с вашей стороны. А большего нам не надо. Другой человек сам выберет, как к вам относиться. Другой человек сам выберет, как реагировать на ваши успехи. Это будет его выбор. Но это будет не ваша вина. То, как себя чувствует другой человек, это не ваша вина. Только если вы не обидели его намеренно. Всем добрый день. Я приехала из Самары. Очень хотела попасть. И вот я здесь. С вашим проектом я знакома с октября месяца. И я счастлива, что я вас увидела. У меня такой вопрос. Я вот сейчас как раз выхожу из токсичных отношений с мужчиной. Знакома 9 лет. 4 года мы как живем вместе, расписаны. Вот. И я теперь поняла, что это невыносимо просто так жить. И я выхожу. И, конечно, сейчас вообще никаких отношений. Он даже не разговаривает. Обижен. Обижен очень сильно, да. Мы прямо как враги. Но у меня-то нет никакой злости, ничего. Просто я нашла выход. Слава Богу. Я очень рада. Очень счастлива. Но потом, как уже сложится, наверное, как он будет относиться ко мне. Это, наверное, уже его будет выбор, да? Конечно. Вы не ответственны за то, что другой человек выбирает чувствовать. Тем более, что если вы поступаете, то есть не подлого делать это открыто, вы говорите, вы проговариваете, да, вы принимаете свое решение. И у вас, я так понимаю, намерение его не разрушить, не уничтожить, да, не обесценить. Вы хотите просто пойти своей дорогой, понимая, что он не способен вести себя так, что совместимо с адекватными счастливыми отношениями. Это все. А он найдет кого-то еще, на кого обижаться, злиться. У людей всегда найдется объект, который поможет им испытывать то, что они, к сожалению, часто не осознавая, хотят испытывать. Как бы это странно ни прозвучало. Понимаете, все, что мы носим в себе, это наш выбор, и это то, что мы себе причиняем. Да, если вы обижены, кому плохо? Есть такие люди, знаете, они на всех обижаются. Тот человек, даже на которого он обижен, даже не подозревает. А он обижен. А кому плохо-то? Обида – это яд, который мы пьем в надежде, что отравится другой. Благодарю вас за ответ. Благодарю. Ада, здравствуй. Здравствуй, Лена. Я заметила одну тенденцию, что когда мы идем, что-то делаем ли, у нас появляется страх, и мы преодолеваем этот наш страх внутри себя. И на самом деле, потом, когда уже завершается что-то, ты даже уже не помнишь о том, что ты-то боялся. Я скажу больше, что очень часто, когда вы в своей жизни проходите через перемены, трансформацию внутреннюю, вам даже бывает сложно вспомнить, какой или какие вы были раньше. Да. Вы такие думаете, неужели раньше я думала по-другому, чем я думаю сегодня? Очень часто вы совсем недавно думали совершенно по-другому, но вы уже забыли. И есть такой интересный способ, я иногда его использую. Вернуться, физически вернуться в то место, особенно если вы переезжаете, вот что в моем случае, вернуться в то место, где вы были немножко другим. Потому что, когда вы возвращаетесь в это место, то вы часто вспоминаете, как вы тогда себя чувствовали, о чем вы думали. Вы думаете, все так изменилось, все так изменилось. Вот вернитесь на какие-то старые места, даже если это в этом же городе, может, ваше старое любимое кафе, университет, в котором вы учились, старый дом, в котором вы жили, сквер, в котором вы когда-то часто гуляли со своими первыми бойфрендами, геллфрендами. То вы можете часто заметить, что вот сейчас вы вдруг как будто на секундочку, на мгновение ощутили, кем вы были раньше. Вы думаете, ё-моё, вот я так теперь уже совершенно не думаю, так я себя не чувствую. Об этих вещах я уже не размышляю, они меня не тревожат. Есть такая тенденция не помнить то, что с нами происходило раньше, вот именно эмоционально. Потому что мы изменились, вот чувство, что это стало уже как будто даже и незнакомым. Мы всегда будем бояться, только единственное, мы можем бояться своего следующего шага к мечте, мы будем бояться. В большей, в меньшей степени, быстрее, медленнее мы будем справляться с этим страхом, но мы будем бояться. Либо мы будем бояться, что мы не проживаем свою жизнь, что мы что-то упускаем. Мы будем бояться, что другие идут вперёд, а мы не движемся. Или мы будем бояться, что наша жизнь будет ещё хуже завтра, то есть мы боимся этого разрушения. Ещё раз, статики нет, да. Мы либо движемся вперёд, либо мы катимся назад. Поэтому вопрос, какой страх мы выберём? И с каждым разом происходит так, что на эти же страхи легче и легче уже. Но что-то ты не обращаешь внимания. Где-то тебе легче преодолевать. То есть с каждым разом ступенькой выше, как по ступеньке идём. Это именно работа вот такая вот сегодня. Спасибо. Здравствуйте, моя любимая Ада. Я просто счастлива находиться здесь, рядом с вами. Мечтам положено сбываться. Я всегда мечтала оказаться у вас на личной сессии. Но я сейчас поверну стул, уже буквально личная сессия. Уже личная сессия, да. Исполняйте мечты. Я очень давно вас слушаю. Я приехала с Астаны. Была год назад у вас на вебинаре. Повезёт в любви. Мне сразу повезло, хочу сказать. В этом же месяце буквально у нас счастливые отношения. У меня немного конфликт с мамой происходит, потому что это люди советские. У них мышление... В общем, для них же такая фраза важна. Лучше синиться в руках, чем жураль в небе. Нет, лучше утка под кроватью. Да, возможно, и так. Ну, для них важно, чтобы было просто всё стабильно, чтобы всё было ровно. И вот на данный момент мне приходится просто закрывать свои социальные сети. Я не поехала за границу, когда хотела учиться, потому что я понимаю, что будет больно. И они просто меня не отпускали никуда. Они считают, что вот сейчас, что у тебя есть, достаточно, будь благодарна. Как в казахах говорят, это всё хорошо, что у тебя есть, зачем тебе что-то большее. Но я понимаю, что всё возможно прийти к своим мечтам, к своим целям. Но вот немного меня это сдерживает, потому что я не хочу делать больно своим родным маме в данном случае. Это не вы делаете больно. Они делают себе больно. Как можно делать больно родителям, желая прожить свою жизнь? Ярко, интересно, качественно. Понятное дело, что вы не делаете то, что хотят они. Но я вам скажу вот что. Если вы будете делать то, что хотят они, может быть, им станет спокойнее от этого. Но отношения ваши от этого лучше не станут 100%. Потому что у меня будет обида на них копиться. Злость, обида, негодование, ощущение, что ваша жизнь складывается. А потом, а почему дети пьют? Почему дети делают то, что родители не хотели бы, чтобы они делали? А вы вообще-то давали ребёнку прожить свою жизнь? Или вы загнали его в такие рамки, что вам пришлось эту свободу искать в чём-то ещё? Да, у них свои стандарты просто есть жизненные. У каждого человека своя жизнь. И я с уважением отношусь к традициям. Но я не думаю, что какая-то традиция должна и вообще когда-либо... Ну, может быть, и есть такие традиции. Я не думаю, что они имеют будущее. Традиция не давает человеку прожить свою жизнь. Нужно разговаривать просто с ними, с родителями. Надо их любить, улыбаться, благодарить за всё, что я говорю. И всё-таки я хочу прожить свою жизнь, потому что я не хочу иметь с вами отвратительные отношения в будущем. Я хочу вас любить, хочу вас уважать, я хочу быть благодарна за то, что вы мне дали. Они обижены за то, что вы меня отняли. Всё, благодарю. Моя дочь купила недавно ваш вебинар «Повезёт любви». И буквально это было в октябре, и в марте она уже встретила своего человека. Моей дочери, хочу сказать, что за 30+. Это, наверное, первый её парень. Да, это была серьёзная работа. И они даже уже женятся. Поздравляю. Да, настолько, настолько действительно. Но вопрос, другая сторона медали. Друзья, её окружение как-то не воспринимают вот эту резкую, резкое её счастье. И вот я вижу, как она переживает, и как бы на весы ставится вот он и её друзья. И я хочу помочь ей посоветовать, что может. Она хотела очень попасть сюда, но у неё не получилось. Она не успела. Но она не задавала этот вопрос. Хотя я как мама хочу ей помочь и подсказать, что ей нужно сделать. Доработать, проработать, ещё что-то. Работать и работать. Что их конкретно не устраивает-то? Ну, они говорят, что они в нём не уверены. Она в нём уверена? Она в нём уверена. Ну, вот и всё. Надо друзьям так и сказать. Люблю, уважаю, ценю. Ну, я уверена. И, к сожалению, если мы будем продолжать на эту тему с вами дискутировать, наши отношения могут испортиться. Надо выбирать себя, слушать себя. Если она уверена, в чём вопрос тогда? Она уверена. Я просто переживаю, что как бы теперь она отдалится от друзей. Ну, это нормально или это ненормально? Конечно, нормально. Ну, это не означает, что нужно ожидать каждый раз, когда вы меняете свою жизнь, находите партнёра, женитесь, что вы должны выбрать между друзьями и партнёром. Но иногда нужно обозначить границу, и часто этого бывает достаточно. Люди, которые желают вам добра, они поймут. А те, которые не поймут, им и не место в этой вашей жизни. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, Ада. Здравствуйте, все присутствующие. Счастлива, что я нахожусь здесь. У меня скорее не вопрос, а пример жизни о страхах. В 2017 году я развелась, продала квартиру и не знала, как мне дальше двигаться. Но я взяла себя в руки. Конечно, у меня не было возможности купить квартиру, но я всё-таки каким-то образом купила. Поменяла шесть мест работы. И всё спрашивали, как ты идёшь ко всему, как ты борешься со страхами. Я говорю, ну я не могу просто лежать и ничего не делать. Я лучше буду идти с ошибками, неправильно, но я буду знать, что я что-то делаю, не просто сижу на одном месте. Я всё это прошла, и это всё благодаря вам. Видео, которые я слушаю, вебинары, которые я смотрю, ОТЖ, которые я прохожу каждый год обязательно. И с каждым ОТЖ меняется моя жизнь. Конечно, к лучшему. Благодарю вас. Человек справится со всем, если он не предаёт себя. Человек, который не согласен предать себя, его буквально несут на руках, сто процентов. Самое главное, чтобы человек выбрал себя, тогда его выберет удача. А ещё вы сказали такую вещь, что вы выбрали не сидеть на диване. Да, делать хоть что-то, потому что, ну, понятное дело, если сильный стресс, если какая-то очень травмировающая ситуация, горевание, да, по какому-то поводу, то, конечно же, порой хочется сесть, а точнее, ничего не хочется. Но любое, даже самое маленькое действие в сторону счастливого будущего наполняет вас уверенностью, что всё будет хорошо. Даже если человек решил расчесать волосы, убрать со стола грязную посуду, растирать, открыть порточку, впустить свежий воздух, пойти, не знаю, на прогулку, взять книгу в руки, а не Инстаграм, да, и сидеть, смотреть, то, как у других всё хорошо, а у тебя всё, как говорится, ну, простите, хреново, да? Любое конструктивное действие, которое хотя бы чуть-чуть говорит о том, что вы верите, что у вас что-то хорошее в жизни будет, дополняет вас несоразмерно большей уверенностью и верой, чем это самое маленькое действие. Несоразмерно больше. Поэтому лучше, как минимум, попытаться встать с дивана, это я любому человеку говорю, кому сейчас плохо, просто встать с дивана и сделать хотя бы маленький шаг, маленький шаг. И так каждое утро, а начинается желательно с утра. С утра обычно легче задать темп целому дню. Я была всегда недовольна собой, в любом случае. И в один из моментов я поняла, что я себя не защищаю никогда, потому что я отпускаю ситуацию. Что значит отпускаю ситуацию? Ну, значит, я сама виновата. Надо это принять. Нет, вы не отпускаете ситуацию, вы простите, опускаете себя. Опускаю. Да, под ковёр, мы заметаем под ковёр, я отпустил ситуацию, я всё принимаю, я доверяю. Нет, отпустить это эмоционально, но вы можете эмоционально отпустить ситуацию, когда вы на неё адекватно отреагировали. Придать себя, это означает делать вид, что ничего не случилось, пойти проглотить, а потом варить это в себе, думать, наверное, со мной что-то не так, это я виновата, или он такой негодяй и так далее, люди плохие. Вот это самое плохое, что человек делает, но это делают практически все. И я это делала. Вот вас обчитали в магазине, вы заметили, но не сказали, идёте домой, и всё мысленно ругаетесь с этим продавцом. И злитесь, и думаете, боже мой, как же это, деньги вообще сложно иметь в жизни, да? Там обчитают, здесь обдурят, тут что-нибудь не то, тут потеряю. Да, а нужно подходить всё-таки, если вы хотите, чтобы эти неприятные моменты в жизни за вами потом не бегали и вас не мучили, отреагировать корректно в моменте и перестать об этом думать. Но мы-то говорим об этом сейчас с такой лёгкостью, и когда слышишь, и так всё понятно и легко. А на деле не всё так легко бывает, потому что мы должны для того, чтобы это было для нас возможно, и даже естественно, отстоять себя и, как говорится, выкинуть с головы. Мы не даём другому человеку столько власти над нами, чтобы о нём столько времени размышлять. С чего бы кто-то мне, простите, да, что-то для меня в жизни сделал, чтобы столько значить для меня сейчас. А иногда ведь прохожие, да, что-то вам скажут нехорошее, а вы потом несёте это всё в себе. Вместо того, чтобы думать о хорошем, заниматься чем-нибудь, что вам нравится, вы тащите это в себе. Это всё говорит о том, что не хватает собственного отношения к себе. Иногда приходится опуститься на дно, чтобы оттолкнуться от него ногами. Хорошая новость заключается в том, что вы оттолкнулись. Вы знаете, я получила такой развернутый ответ благодаря всем тем, кто задавал вопросы. И в каждом этом вопросе я услышала свою историю. То есть действительно это всё так. И с друзьями, и с родственниками, и слёзы, и всё. И вот последняя история и вопрос на дно оттолкнуться и на стартовую прямую. Вот это сейчас у меня так. Я благодарю вас за все ответы. Это просто восхитительно. Благодарю. Я рада, что вы любите. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok